За что фейс угрожает Кизару? Почему Алексей Панин угрожает здравому смыслу? Что за город под подошвой ATL-а? И чем вооружилась группа Хлеб? Вы смотрите Рэп Ньюз. Меня зовут Игорь Ерёмин. Готовьте чай, кофе, печеньки. Мы начинаем. Оксана и Дмитрий, любовь до гроба. Этюв в тонах погрова. Стоя на коленях ровно, тут антисемитизм погромы. Дёмушкин устроил во славу сварога. И девушку угрожали изнасиловать лбы здоровые. С криками за родину, Диме оставили на лбу царапину. Это было продумано заранее, к русскому маршу подгадали. Ловко прошла делюга такая, чуть не застрелили бамберского тупака. И мы бы точно начали этот выпуск с невероятно резонансной новости о том, что русскоязычного рэп-исполнителя Кизару подписали на один из самых крупных музыкальных лейблов в мире. Sony Music. Если бы эта информация официально подтвердилась. Но астрологи и без того недавно объявили неделю Кизару. Поэтому держите пока другой шумный инфоповод от сайд-шоу Боба. Ой, то есть от Олега не Чапаренко. Не секрет, что Кизару в негативном ключе отзывается о двух молодых и популярных в СНГ артистах, о фараоне и фейсе. И если фараон открыто не адресует свои ответочки конкретно Кизару, хотя всем и так все понятно, то вот фейс, судя по всему, является куда более импульсивным молодым человеком. На недавнем концерте исполнитель сделал своего рода послание, в котором в грубой форме дал понять, что дружеского разговора у него с Олегом не выйдет. Ответ Кизару не заставил себя долго ждать, и он посвятил целую серию твитов Ивану. Чем же в итоге все закончится? Лично у нашей редакции есть большое сомнение в том, что фейс действительно купит себе билеты и полетит в Барселону спрашивать Кизару за слова. В таком случае ему было бы целесообразнее купить билеты как минимум еще и паре охранников. А вот насколько длинные руки у Кизару в той же северной столице дважды дать концерт, в который Ивану еще предстоит, вопрос пока остается открытым. Вот, например, недавно у Кизару вышел трек с петербургской легендой и кумиром его детства с Моки Мо под названием Just Do It. На бедах делаю, как захочу, все едим все спрячутся, когда я вновь очнусь. Когда я вновь очнусь. Смайлись. И в декабре прошлого года он подхваченный трендом взял, да записал Диснея известного не только своими ролями российского актера Алексея Панина. Вы видели когда-нибудь порно с животными? Нет. А я видел. И что? Иногда бывает интересно. Эй, Панин, ты сошел с ума, в этот раз ты разозлил собаку. И все бы ничего, но спустя почти год, видимо, из-за отсутствия внимания к своей персоне, ну или пойдя по стопам других людей из телевизора, Панин, наконец, презентовал ответный Дис. Ну вот, где он только таких слов-то набрался? Скажите, пожалуйста. Я вам не дружко, со мной не прокатят тупые мемы. Рифмы, патчлайны, скрызы и флоу. Нахуй игру, я верчу систему. Ты поставишь лайк. Хочешь, не хочешь, поставишь лайк. Гав-гав-гав, монотонный лап. Как-то комментировать этот высосанный, извиняюсь, из лапы конфликт смысла не имеет. Так что, вот давайте сейчас, дорогие зрители, честно продолжать ли нам освещать всю эту вакканалью, которая происходит вроде бы в рэпе, а вроде бы и отношения к нему никакого не имеет. Напишите в комментариях, интересно ли вам за этим вот следить. А также хотим услышать ваши ставки, кто следующим из телевизора сделает рэп-клип. Хотим получить от вас максимальный фидбэк. Пишите развернутые комментарии внизу под видео, а мы обязательно их прочтем и прислушаемся. Я увидел твой ответ на то, что ты принял мой вызов на Версус. Чувак, я целый год тебя, значит, ждал, ты ебланил. Я уж перегорел давным-давно, начал своими делами заниматься. Подождешь немножко, у меня своя работа есть. Кстати, в тему о Панине и упоминанию его в куплетах молодой рэп-исполнитель из Сахалина, Хофф, выпустил клип под названием «Полегче», который является своеобразным посланием Блэкстару и многим современным эмси, которые и так любят читать про сук. Видеоклип под названием «Полегче» целиком и полностью имеет self-made production, а сам исполнитель придержал за спиной творческий бэкграунд в виде создания музыки в стиле металл. Надо признать, звучит во всех смыслах интересно. Полегче будет. ATL, что весной этого года представил свой новый клип под названием «Лимб», вслед за визуализацией трека «Священный рейв», представил видеоклип на еще один хит с альбома под названием «Архитектор». Сделанный в необычной манере миниатюрный город, по которому ходят гиганты, тело отлично передает атмосферу и настроение куплетов с эзотерической прослойкой. Кстати, видеоработа приурочена ко второй части тура в поддержку альбома, на который самое время приобрести билеты, если вы являетесь фанатом звучания Сергея. Известная юмористически пародийная христианская рок-группа «Хлеб» представила свой новый альбом, состоящий из 13 треков. Релиз получил название «Пушка», и примечателен он тем, что ребята вышли далеко за пределы степного юмористического хип-хопа, собрав в гостевых куплетах солянку из разношерстных исполнителей, которые добавили некого творческого диссонанса определенной серьезностью в своих куплетах, хотя и сохранив ироническую подоплеку альбома. Вот, например, фит с Яниксом. А вот с дискотекой аварии. Помимо прочего, на альбоме приняли участие большой русский босс в дуэте с Янг Пемпом и Эльдар Джарахов. Да тут даже названия треков говорят сами за себя. Вот, например, «Хочу прическу, как у фараона». Нафиг мне волосы, все не упали, кроме волос Глеба. Пофиг, что они прилипают к одежде, куплю липкую катушку в Икеа и буду завивать их, собирать хвостик. Буду завивать их, собирать хвостик, они дотянутся до пола, если я встану на мостик. Да уж, Алиэкспресс-гэнг, ну и, конечно же, уже ставшая хитом курточка «Стоун Айлэнд». Так что он рефлектив, и я молод и красив. А на этом наш выпуск подходит к концу. Вы смотрели Рэп Ньюз. С вами разговаривал Игорь Ерёмин. Подписывайтесь на наш официальный паблик ВКонтакте, на Инстаграм, Твиттер, на наш канал на Ютубе, а также не забудьте ставить колокольчик и бейте в бубен, чтобы разбудить соседей при выходе наших новостных выпусков. Ну всё. До следующих выпусков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok